Здравствуйте, туристы и милитаристы! Миру мир нет войне, как поется у классика Со мною нож, решил я что ж. Не буду создавать интригу, на самом деле микроклипса, микро все, такая вот небольшая приколюшечка, рядом с ней специально вот ради того, чтобы именно осознать по эти масштабность поставлю зажигалку практически один в один вот, называется это все Hummingbird от Rike Knife, причем на самом деле классный есть несколько цветов, но вот мне славнее прислали, сразу говорю, что это именно с добрасыванием получается флиповать, потому что если просто здесь настолько все мелко и настолько легкий клиночек, что толком флипануть не получается, то есть приходится именно вот так вот примерно делать, как говорится вооружен или и очень опасен, или или примерно вот таким вот образом, то есть скажем так размеры ножа таковы, что даже у моего младшего научного сотрудника он вызвал снисходительную улыбку, чересчур уж все меленько, но зато и миленько, то есть как если воспринимать его как подарок для своей лучшей половинки, именно как аксессуар, то почему бы и нет. Давайте сперва по ТТХ и потом кое-какие моменты, то есть я не буду здесь сейчас разгоняться на тему хватов и так далее, то есть да, это безусловно, небольшой вскрывальщик, даже таким малышом можно совершенно спокойно вскрыть посылочку, вскрыть там какую-то упаковку с ветчиной и прочее-прочее, а большего ничего и не требуется от ножа весом 17 грамм, длиной в 98 миллиметров, длина клинка 41 миллиметр, ширина клинка 16 миллиметров, толщина по обуху 2, спуски здесь высокие, вес как я уже сказал 17 грамм, сталь при этом здесь стоит очень даже породистая, это у нас DS93X Тор Дамаскус, 58-59 единиц по шкале Рокколо заявленная твердость, рукоять титановая и вот больше всего меня что удивляет, причем меня это по-настоящему удивило, то что в Райк решили для такого вот малыша, для такого пипесеныша взяли и за ядре не финили, вот такой вот еще кайдексный чехол для того, чтобы носить на шее, как шейник, здесь у нас цепочка, на мой взгляд совершенно ненужное, бесполезное действие, абсолютно, это даже выглядит как-то очень странно, нахрена это все сделали, почему, потому что это именно аксессуар, в первую очередь для дамской сумочки, есть варианты этого ножа, по-моему в синим и в зеленом цвете, но так или иначе, видите, такое вот крыло бабочки, через которое проглядывает дамаск, этот, как он называется, рисунок дамаска, что со мной не так, что со мной не так, сейчас рисунок поймаем, покажем, вот таким вот образом это все выглядит, то есть с точки зрения именно небольшого такого малыша, такого прикольного именно аксессуарчика, нож мне очень нравится, на самом деле здесь прям, посмотрите, здесь и с сухарем, и все дела, то есть все абсолютно трушно, клипса у нас, я так понимаю, однопозиционная, несимметричная, типа об кончиком кверху, ну и, конечно же, очень забавно такой нож будет именно на кармане смотреться, даже если мы берем вот этот маленький карман, спасибо еще раз тем, кто меня просветил, что этот карман для часов, маленький кармашек для часов, ну таким вот образом это все будет выглядеть, стоит это чудо на ламни, внимание, 145 евро, тут уж, как говорится, ну, я не знаю, моя бы мне, наверное, все сказала, что думает, на тему меня и на тему ножей, если бы я 145 евро вложил бы не в покупку каких-нибудь там чисто женских именно приколюх, хотя здесь женская приколюха и есть, почему бы и нет, все, ребят, здесь разгоняться на тему хват и перехват и так далее, по сути это малюсенький клиночек, который на самом деле такие вот малыши, они именно вовремя попав в нужную ситуацию, творят чудеса и избавляются у владельца от каких-то конетелей, как видите, здесь у нас еще есть отверстие для темляка, я сразу представил, если на этот нож взять и навесить бусину, типа вот бандита-гангстерита от Сергея Чаванина, что это будет. Все, спасибо за просмотр, всего доброго, ребят, пока! Субтитры сделал DimaTorzok